Привет всем! Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Толковый словарь буддизма», и сегодня мы поговорим про природу Будды. Сам термин «природа Будды» — это скорее концепция, чем конкретный перевод термина, хотя обычно таким образом переводят термин «буддатату», который означает что-то вроде субстрат Будды или эссенса Будды. Пожалуйста, специалисты по санскриту поправьте меня, если я где-то что-то путаю. Но термином «природа Будды» ещё находится в очень крепкой ассоциации другой термин — «тадхагатагарба», который переводится что-то вроде хранилища Будды или даже эмбрион Будды, там очень-очень широкий простор для возможных переводов. Так что проще сказать, о чём конкретно эта концепция природы Будды. Хотя, опять же, существует много разных вариантов, но самый-самый распространённый, пожалуй, такой. Природа Будды — это нечто в нас, что позволяет нам стать Буддой, и оно присутствует практически во всех разумных существах. Но вот эта концепция очень сильно разнится в разных школах Махаяны, хотя это ключевой концепт Махаяны. В Тараваде, насколько я знаю, он не распространён, хотя какие-то влияния вроде бы идут, но тем не менее. А вот Махаяне — это очень-очень важно. И хотя это очень важный концепт, но разные школы Махаяны понимают его очень-очень по-разному, и даже у разных учителей может эта концепция выглядеть тоже очень-очень по-разному. Например, мне попадалась идея о том, что природа Будды — это непосредственно что-то в нас, что всегда имманентно присутствует, и получается, что с самого начала мы уже немножечко Будды, нам только нужно всё расчистить и засверкаем окибрульян. Есть ещё другая концепция о том, что это именно потенциал становления Буддой. То есть, нет, ты ещё пока не Будда, тебе нужно ещё из себя Будду собрать. И есть более скромный концепт, который говорит о том, что природа Будды — это скорее означает, что в нас есть некое место, которое мы можем заполнить всем тем, что сделает нас Буддой. И есть ещё масса всяких других концепций. Короче, если хотите нырять в эту кроличью нру, добро пожаловать. Ну, помимо всего этого, мне, например, очень нравится концепция GEE, который рассматривает это скорее как такой процесс, который включает в себя реальность, как она есть, понимание этой реальности, мудрость и практику. И вот это, все вот эти три процесса — это как бы и оказываются природой Будды. Есть ещё одна очень важная вещь, связанная с природой Будды — это кто же ей конкретно обладает. И вариантов тоже немало. С одной стороны, разумные существа, все разумные существа. Но есть ещё вторая идея о том, что это все существа, которые могут страдать, то есть, например, животные, они вроде как не очень разумны, но страдать они могут, и в них тоже есть природа Будды. Но договаривались даже до того, что природа Будды есть у деревьев, у камней, у всего окружающего. Может быть, некоторые из вас знают очень известный куан про есть ли природа Будды у собаки, на что учитель Джао Джоу ответил Му. Причём обычно этот куан приводится вот прям так, только вопрос — есть природа Будды? Му. Но это часть очень длинного диалога, который как раз скорее показывает, что и, по крайней мере, идея о том, что природа Будды есть не только у собак, но даже у деревьев и камней была вполне распространена, потому что ученик задаёт эти вопросы учителю, и он отвечает, даёт всякие такие, как водится в чань-буддизме, парадоксальные ответы, типа «нету природы Будду, собаки», «что ты с этим сделаешь», «а ты думал, что есть» и так далее и тому подобное. В общем, это скорее концепт, насчёт которого можно размышлять долго и интересно. Ещё просто скажу, что есть два абсолютно замечательных сравнения, что такое природа Будды. Одно сравнение говорит о том, что это как луна, которая закрыта облаками. Она там есть, мы знаем, что она там есть, но сейчас её не очень-то и видно. Но я даже больше люблю другой концепт, который мне попадался пару раз в разных проповедях о том, что природа Будды – это как лотос, который расцветает из такого грязного тёмного пруда, в котором ничего не видно, и тут вдруг хоп, и что-то начало подниматься такое красивенькое, чистенькое, светленькое. Мне вот этот образ очень-очень нравится. И, ну что ж, если вы хотите почитать больше, я очень советую обратиться к огромному канону литературы про природу Будды. Если есть интересы, обращайтесь в комментариях, чего-нибудь понакидаю. На этом, я думаю, стоит сегодня завершить. Пока-пока!